Человеческая ценность и ссоры комнаты. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге, «Коль инна нигадани Рабби иля аширату мустакимин динам кемам миллата Ибрахима Ханифа, ва макана миналь мушрикин». Скажи, воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрахима, истинно единобожие. Он не был из-за числа многобожников. Сороскот, аят 161. «Я свидетельствую, что Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого не сотоварища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, который сказал, воистину, я был послан для того, чтобы довести до совершенства праведный нрав. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренний вплот досудного дня. А затем, священник Арана полный множеством благородных аятов, которые устанавливают наипревосходящие нравы и наилучшую мораль. Скорее, существуют сели суры, которые закладывают основы культурного человеческого общества, в том числе суры комнаты, которые опроченно укрепляют набор ценностей и нравов, к которым относятся, во-первых, уточнение истинности и удостоверение правдивости всяких дел и слов, особенно, если это касается других людей. Священный Аллах говорит, «Я, айюха, лазина, аману, ин, джа, акум, фаси, кум, бин, ба, ин, фатабайяну, фатабайяну, ан, тусыбу, кавма, биджахала, фатусбиху, ала, ма, фаальтум, надимин». Вот те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о садеянном. Сора комнаты, а я чест. Так, Ислам все строит на основе полной убежденности. Когда удод прилетел к Соломону, мир ему, с вестью, о тех, которые поклоняются Солнцу, помимо Аллаха Всевышнего, называя свою весть верной, Соломон, мир ему, сразу не приняли его слова в качестве постулата, а утвердился в достоверности его речи, о чем рассказывается в Священном Коране на языке самого Соломона. «Посмотрим, сказал ли ты правду, или же являешься одним из льжицов». Сора Муравьи, аят 27. Причем посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Достаточно для человека греха, если он рассказывает обо всем, что он услышал». Имам Ан-Навави сказал, «В этих словах содержится запрещение рассказывать обо всем, что слышит человек. Ведь поистине человек обычно слышит и правду, и ложь, а если он будет рассказывать обо всем, то передаст и ложную весть». А также рассказывается, что комар бна Абденазизу, да помилюет его Аллах, пришел к какой-то мужчине с вестью о каком-то другом мужчине. Тогда Умар бна Абденазиз ему сказал, «Рассмотрим это дело, а если ты окажешься льжицом, то ты относишься к людям, о которых говорится в этом аяте. Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте. А если ты окажешься правцом, то ты относишься к людям, о которых говорится в этом аяте. А если пожелаешь, то мы простим тебя». Тогда этот мужчина сказал, «Простите меня, уповелитель правоверных, я к этому никогда не вернусь». Итак, если каждый из нас стремится удостовериться, прежде чем выносить суждения, или перед тем, как передать и поделиться информацией, слухи утратят свое влияние, и клеветники воздержатся от распространения лживых историй среди людей. Во-вторых, отказ от злословия за спиной. Не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Будьте с Аллаха воистину, Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Сура комнаты, ая 12. Передается слово Абу Хурайр, «И да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, спросил, «Известно ли вам, что такое злословие?» Люди сказали, «Аллах и его посланник знают об этом лучше. Пророк, да благословите его Аллах, и приветствует, сказал, «Это когда упоминаешь тебя о брате твоем, так что это не понравилось бы ему?» Его спросили, «Скажи, а если присуще брату моему, то о чем я скажу?» Пророк, да благословите его Аллах, и приветствует, сказал, «Если ему присуще то, о чем ты скажешь, значит, ты засловишься о нем, а если этого в нем нет, значит, ты возведешь на него напраслену». При этом человек занимается засловием только тогда, когда тратит свое время на искание недостатков других, вместо того, чтобы выявить их в себе. Пророк Мухаммад, мир ему благослови, Аллаха, поведал, «Вы замягчаете соринку в глазу своего брата, забивая обревние в собственном глазу». Помимо этого, человек должен защищать честь своего брата в его отсутствии. Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах и приветствует, изрек, кто отстоял честь своего брата в отсутствии его, Аллах отведет огонь от его лица в судний день. В-третьих, избегание обид. Аллах всемогущий, и велик, изрек, «Не обижайте друг друга». Суракумнат, аят 11. То есть, «Не поручите друг друга». Причем, обиды бывают двух типов, словом и делом, что запретно священным Кораном. Аллах всемогущий и достославный говорит, «Вайлюлли кули гумаза тиллюмаза» «Горе всякому хулителю и обичку». Суракумнат, аят 1. Это тот, кто обижает людей, понося и унижая их, называя их оскорбительными и ненавистными прозвищами и словами. В предыдущем аяте содержится открытое предостережение для хулителей и обидчиков, а также говорится об их страшной гибели. Ибнамасуад, да будет довольны им, Аллах рассказывал, «Когда нам повеленно приносит подаяния, мы таскали их на спинах, как насильщики». Абукайл принес половину сафинников, и другой принес побольше. Тогда лицемири говорили, «Аллах богат, и ему не нужны эти подаяния». Абукайл делает это ради показухи, после чего был неспослан следующий аят. Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвования. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Ему готовы мучить и нестрадания. Сурападая покаяние, аят 79. В-четвертых, отказ от издевательства над другими. Величественный и могущественный Аллах говорит, «Я июха ладзина аману лаясхар ковмум мун ковмин аса айякуну хайром минхум, вала ниса уммин ниса ин аса айякуна хайром минхум». Вот и которые уверовали, пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что ты лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что ты лучше них. Суракомнаты, аят 11. Наша исламская религия запретила нам все, что вредит другим, в то время как одним из качеств мусульманина является то, что он никому не вреден и приносит людям только благо и ползу. Пророк Мухаммад Амир ему, благословение Аллаха, приказал оставить все, что ранит чувства людей, в том числе слова, поступки и жизни. Он, благословит его Аллах и приветствует, поощрял человека все, что делает его достойным и предпочтительным в глазах людей. Рассказывается, что однажды Абдуллах ибн Масхуд залез на какое-то дерево, чтобы сорвать плоди наверху, и тогда оголились его голени. Люди, увидев его худые ноги, стали смеяться над ним. Но пророк Мир ему, благословение Аллах, сказал, зачем смеетесь? Клянусь Аллахом, эти голени на весах в судне день будет тяжелее, чем гора Ухун. Вот что я хотел вам сказать. Я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Вала Аллаху Господу миров, в мире благословение печатей всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Мои братья в исламе, в рамках семейной жизни священный Карам призывает супруг в случае возникновения между ними разногласия, что им невозможно разрешить назначить неких праведных родных для примирения. Всевышний Аллах сказал, Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах знающий, ведающий. Сура женщины, аят 35. Этот примирительный дух должен распространяться и на общество. В Священном Коране говорится, Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. Сура женщины, аят 114. Пророк Мухаммад, мир ему благословен, и Аллах разъяснил награду за примирение сторон, а также пояснил следствие внесения раздора между людьми. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не сообщить ли вам о деле, в которой по степени вознаграждения лучше, чем соблюдение поста, совершение намаза и выдачи милостыни?» Люди ответили «Да». Он сказал, примирение между сторонами, так как воистину разладь их отношений – это сбривание. Я не говорю, что это сбривает волосы, но сбривает религию. Истинно верующий считает исправление образом жизни, где бы он ни находился, там приносит пользу и добро. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует, и зрек, поистине, среди людей есть те, кто являются ключами к добру и замками к козлу. И среди людей есть те, кто является ключами к козлу и замками к добру. Да будет туба для тех, кого Аллах сделал ключами к добру, и горе тем, кого Аллах сделал ключами к козлу. О, Аллах, укажи нам путь к наилучшим нравственным качествам, ибо никто, кроме Тебя, не направит к ним и лиши нас дурных качеств, ибо никто не избавит нас от них, кроме Тебя. Во Аллах, защите наш Египет и все страны мира.